Сегодня в полночь на улице не по сезону 8 марта 210 на территории бывшего спорткомплекса завода РТИ приключилось воспаление на площадке для пейнтбола. Среди ночи, неожиданно, действительно неожиданно, никогда такого не было и вдруг опять, загорелась древесная хозяйственная постройка системы бытовка или кладовка со списанным пейнтбольным оружием и прочим старьем. Да всякий мусор, ну мусор не мусор, скажем так, бушное оборудование, пейнтбольные пистолеты, которые не работающие, все такое, чисто так, как бытовка, по-другому не выразить. В момент воспаления спорткомплекс с бассейном, сауной, бильярдом и пейнтболом был закрыт. Первыми пожар заприметили бессонные мастера из соседнего автосервиса. Мы попытались сначала потушить, потом поняли, что это бесполезное занятие, пожарных вызвали, и ребята сразу оперативно, в принципе, приехали. Откуда началось тут границ? А вот с этого места, где человек тушит. Что у них здесь было? На подобии хозяйственного блока, что это такое? Огнеборцы МЧС по пустым ночным дорогам до эпицентра огня долетели быстро. 8 бойцов на двух машинах и с пламенем на площади коммунаров огня. 50 квадратных метров справились без проблем. Особо впечатлительных очевидцев поразил тот факт, что пожарные вынесли с пепелища 4 обгоревших газовых баллона. 2 с кислородом и 2 с пропаном. Типа была угроза взрыва? Но думается, что может быть, если в сгоревшей бытовке хранилось старое пейнтбольное оружие, то и газовые баллоны тоже были использованы, то есть совсем пустые. Но в любом случае, они не рванули, обошлось без жертв и разрушений. Основное здание спорткомплекса и остальные бытовки от пламени не пострадали. Сама лесная площадка для пейнтбольных игрищ тоже уцелела. По итогам воспаления остался непонятным один вопрос. Сама бытовка со старым оружием вспыхнула или кто-то ей помог? МЧСовцы над этим вопросом пока что работают. А вот местные автослесари уже, кажется, кого-то подозревают в поджоге. Возможно, будку подпалили некие умные хулиганы. Почему хулиганы? Ну так они сами так себя обозначили черным по белому на стене. А почему умные? Ну потому что мы хулиганы, это же, видимо, подлежащее. И все правильно подчеркнуто одной чертой. Ну, грубо говоря, это однозначно. То ли, может быть, какая-то шантропа мелочью занимается, либо что-то другое. Потому что, грубо говоря, тут всегда все было спокойно, тихо, мирно. А тут бах и какая-то, кота Васи, что-то непонятно одно к чему.